Друзья, всем привет! Вы на канале ММА Ревью. И сегодня у нас крайне интересный выпуск. Мы уже с вами неоднократно говорили про Хабиба Нурмагомедова и его всевозможных оппонентов. Сам же Хабиб собирается подраться в этом году дважды, а именно 7 сентября и 21 декабря. И ни для кого не секрет, в сентябре в Абу-Даби Нурмагомедов сразится именно с победителем пары Холуэй-Парье. И вот что думает сам Хабиб. Мне интересно будет подраться с Холуэем. У него сейчас 13 побед подряд. Если выиграет, то будет 14 и будет чемпионом в двух весах. Да и больше интереса для публики будет в бою с Холуэем. Он очень хороший боец, не меньше в габаритах, чем я. Он очень волевой боец и выносливый. В основном выигрывает бои в поздних раундах. Это достойный соперник. И как мы видим, Хабибу интереснее сразиться с Максом. Многие зарубежные СМИ считают, что именно Макс заберет временный пояс и заглядывают за спину Парье. Но лично я так не считаю. Мне кажется, шансов на победу в реванше Холуэя и Парье больше именно у Дастина. И сегодня в рубрике «А что если» мы и поговорим о противостоянии Хабиба Нурмагомедова и Дастина Парье. Ставьте лайк и поехали к разбору. Макс лучше меня как боец. Я с удовольствием отдам ему это право быть лучшим. Лучшим, чем я 364 дня в году. Если он не против, я предпочту быть лучшим 13 апреля. Мне даже не нужен весь день, а только 25 минут. Все остальное время без сожаления я отдаю я Максу. 364 дня не так мало, чтобы чувствовать себя лучшим. Начнем же разбор боя и не будем затрагивать пройденные этапы бойцов, кто кого и когда победил. В целом же они оба нам очень хорошо известны и сразу же поговорим о поединке. Сравнивая антропометрию бойцов, отмечу, что различий между ними практически не имеется. Размах рук Дастина на 5 сантиметров больше и на этом пожалуй все. Оба физически хорошо развиты, одного возраста и почти одного роста. Следом же пару слов о выносливости, где я считаю фаворит на дистанции будет именно Хабиб. И думаю вы со мной согласны, Хабиб проходил чемпионские дистанции в прессингующем темпе работая первым номером. Дастин же еще не проходил дистанцию в 5 раундов. Но смотрится в октагоне хорошо и слабым его назвать в этом аспекте нельзя. Особенно после зарубы в диком темпе в бою с Гейджи. Но все же думаю навязывая борьбу и проводя в партере много времени, Дастин будет уставать быстрее, если же для Хабиба это привычное дело. И раз уже мы заговорили про партер, я думаю ни для кого не секрет как будет проходить такой поединок. Хабиб мастер своего дела, мощный вольник, с высочайшим бэкграундом во всех областях связанных с борьбой. Ни один еще боец за всю карьеру так и не дал достойный бой в партере Нурмагомедову. Дастин тоже неплох в борьбе, защищается в 70% случаев от переводов. Неплохо проводит тейкдауны. Если захочет перевести соперника, то делает это зачастую удачно. И плюс ко всему имеет отличный уровень джиу-джитсу. Но именно ярким базовым мастером в областях борьбы он не является, а просто хорош в этих аспектах. И сравнивая Дастина в борцовской баталии против Хабиба. Это то же самое, что сравнивать Хабиба и Мэйвейзера в боксе. Побороться с Хабибом в принципе можно, но победить пока что думаю вряд ли. А вот что касается ударной техники, вот именно здесь Дастин Парье и может попытать счастье. Ведь все мы знаем, что ММэй это самый непредсказуемый спорт. И в стойке может произойти что угодно. Отвлекся, разозлился, рискнул, просчитался и бой уже остановлен. Дастин Парье имеет отличный уровень бокса. Очень хорошо работает, передвигается на ногах, руки держит высоко. И самое главное, продолжает прогрессировать в этом аспекте от боя к бою. Нурмагомедова же в ударной технике назвать промахом уже никто не сможет. Он лучше стал чувствовать дистанцию. Подобрал для себя фишки, которые позволяют при минимальных рисках достигать максимального результата. Но если сравнивать работу исключительно в стойке, то здесь Хабибу придется не сладко. Парье выбрасывает именно в стойке в 4 раза больше значимых ударов. От раунда к раунду становится только точнее и имеет хорошую силу в своих руках. Хабиб же зато пропускает меньше Дастина в стойке. Но и правда, ради говоря, весь тоннаж ударов Нурмагомедов пробивает только исключительно в позициях на конвасе. И по итогу же фаворит в стойке, конечно, будет Дастин. И тут Хабибу лучше не моргать и не играть в игры, в которые он играл с Конором или Эквинтой. Особенно, когда Парье будет еще свежей. Мой прогноз на бой – это победа Хабиба Нурмагомедова, и я думаю досрочная. Так как самый главный момент в этом бою, что Дастин – это еще один хороший ударник с неплохим партером, неплохой защитой от партера. Но таких соперников у Хабиба было множество. Майкл Джонсон, Барбоза и Квинта МакГрегор. И я даже не думаю, что Нурмагомедов даже как-то изменит тренировочный лагерь к такому поединку. А вот Дастин с таким борцом еще ни разу не встречался, и для него это будет в новинку. Ему еще только придется понять, насколько могут быть ватные руки, когда тебя мучает лучший борец дивизиона 5 раундов в партере. Вот такой вот, друзья, бой. Возможно, нас ждет 7 сентября в Абу-Даби. Всех ближайших соперников Хабиба мы уже с вами разобрали. Пишите в комментариях, кто же все-таки выйдет на Хабиба – Макс или Дастин? И кто из них сможет нанести первое поражение Орлу? А если и сможет, то как? А у меня же на сегодня все. Ставьте свой мощный бойцовский лайк за четкий разбор. Жмите срочно колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. И обязательно подписывайтесь на канал. Всем мир и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok